Дай почитать. Борис Носик попытался создать обобщенный портрет женщины той поры. Благообразцов для рисования с натурой великое множество. И Черубина Дегбряк, и Ахматова, и Цветаева, и Кузьмина Караваева, и Лариса Рейснер, и Зинаида Гиппиус. К сожалению, время это, по мнению специалистов, длилось недолго. С 1892 по 1921 годы, когда расстреляли Гумилёва и когда умер Блок. Но эта небольшая горстка людей, человек сто, свершила переворот не только в литературе и искусстве, но и в человеческих судьбах, чувствах и мыслях. Книга ставит перечитателям вопрос, а так ли важно знать о взаимоотношениях великих, знать детали их быта и даже изгибы судьбы. Мемуары, воспоминания, безусловно, ценные материалы, но всегда ли исчерпывающие, всегда ли объективны? Разумеется, нет. В этом всё и дело. Нас заставляют смотреть именно под определённым углом зрения. А где же объективность и право на объёмность, а не только взгляд из замочной скважины? К сожалению, Борис Носик очень тенденциозен. То он выявляет в своих героинях склонность к лесбийской любви, а их мужчин – к гомосексуализму. Носик нарочито искажает ситуацию, сплошь и рядом. К сожалению, анализа творчества, осмысления мировоззрения своих героев и героинь у него нет. Ну и, разумеется, у автора просто маниакальная ненависть ко всему советскому, неприкрытое и отталкивающее отношение к некоторым своим персонажам. Вот такие они, женщины Серебряного века, в интерпретации Бориса Носика. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!